Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей и вот о чем расскажем. 63 года назад первый человек полетел в космос, а в Черкесске открылся дом пионеров, который носит имя легендарного летчика-космонавта Юрия Гагарина. Мы одна семья и оставаться равнодушными к беде соотечественникам невозможно. Сегодня по поручению главы республики в Орск отправлен гуманитарный груз. Самые талантливые артисты народных театров республики на одной сцене. В Карачаевске сегодня завершился фестиваль-конкурс «Игра и театр». Вывел 13 разновидностей яблони, 5 сортов груши, 3 вида черешни, по 2 персика и абрикоса. В гостях у селекционера Джошара Курджиева побывали Вести. Сегодня наша страна отмечает Всемирный день авиации и космонавтики. С Днем космонавтики жителей республики поздравляет глава Рашид Тимрезов. «Это не моя личная слава, разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слова нашего народа», — говорил Юрий Алексеевич Гагарин. «Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму нашего соотечественника, советского летчика-космонавта, впервые был совершен настоящий прорыв в истории всего человечества — первый космический полет. Несомненно, это стало грандиозным достижением для нашей страны, примером подлинного патриотизма и преданности своему делу, залогом дальнейших открытий и достижений. Мы и сегодня продолжаем оставаться первыми в изучении и освоении космоса». Президент России Владимир Путин подчеркивает, что все успехи последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, а российская космическая отрасль динамично развивается, опираясь на масштабный научный и технологический задел, созданный за минувшие десятилетия. В этом году великому космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. Сегодня также исполняется 63 года с момента образования Центра культурного развития имени Юрия Гагарина в Черкесске. Он специализируется на дополнительном образовании детей. Здесь работают 28 кружков разных направлений, таких как декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал и другие. Посещают Дом детского творчества более 1200 детей. Так, в учреждении дополнительного образования начался ремонт. Воспитанники провели мероприятие, посвященное двум датам – Дню космонавтики и открытию Дома пионеров имени Гагарина. В Доме культуры города Черкеска прошло мероприятие. На сцене юные дарования продемонстрировали свое мастерство, зрители увидели новые постановки, хореографические и вокальные номера. Сегодня по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова из республики отправлен гуманитарный груз жителям Орска, которые пострадали в результате наводнения. Две машины с 20 тоннами питьевой воды уже направились в Оренбургскую область. Карачаева Черкесия, как и другие субъекты России, всегда включаются работы по оказанию помощи тем регионам, где ее ждут. Рашид Темрезов отметил, что взаимовыручка, милосердие, сострадание – это те принципы, на которых жаждется российское общество и которые объединяют все народы нашей многонациональной страны. Груз был сформирован при поддержке сенаторов Ахмата Салпагарова и Крыма Казанокова и отправлен при участии в управлении МЧС по Карачаевой Черкесской республике. К формированию груза подключилось также региональное отделение «Единой России». Все прекрасно знают, что жители Орска столкнулись с такой бедой, там очень серьезные паводки, большие проблемы, поэтому питьевая вода – это самое необходимое, что нужно жителям Орска. И Карачаева Черкесия всегда одной из первых отзывается и оказывает помощь тем регионам, которые нуждаются в этой помощи. Данный груз сформирован при поддержке и содействии наших сенаторов – это Крым Казаноков и Ахмат Салпагаров. МЧС предупреждает, сегодня до конца суток, 13 и 14 апреля, в республике местами ожидается сильный дождь с градом, ветер от 20 до 20 метров в секунду. И призывают к осторожности, сейчас прогноз погоды синоптиков, а после мы расскажем об актуальных вопросах в сфере культуры, об уникальном садоводе из Чапаевского и не только. В Карачаево Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ветер западный – 6,11 метров в секунду. Температура ночью 6,11, в горах до плюс 6, днем до плюс 20, местами 10 градусов выше нуля. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза, ветер западный – 6,11 метров в секунду. Температура ночью 9,11, днем – 17,19 градусов тепла. Несколько часов назад в студии ГТРК Карачаева Черкесия завершилась горячая линия. Гостем моей коллеги Мадины Лайпановой был министр культуры республики Зурапа Гербов. Когда планируется реконструкция здания драмтеатра, какие меры поддержки предусмотрены для работников учреждений культуры, какие события ожидаются в культурной жизни нашего региона. Об этом и о многом другом Артуром Пхце. Судьба здания Республиканского драматического театра не первый год интересует жителей Карачаева Черкесии. Да и те, кто ранее десятилетиями давал в нем спектакли, а затем накануне года театра в России оказался перед необходимостью подыскивать новые помещения для репетиции и представлений, с нетерпением ожидают хороших новостей. Гость горячей линии министр культуры республики Зурапа Гербов ответил на этот и некоторые другие вопросы. Работа длилась больше года и мы смогли разработать современный проект, который отвечает всем техническим требованиям и нашим потребностям. Я здесь особо подчеркну, что строить мы будем здание, которое не только будет в себя включать зал, такой как бы у нас, даже основной зал будет больше, вместо 770 мест, которые у нас были раньше, мы планируем, что это будет зал-тысячник, который будет разделяться на части, в которых можно будет проводить мероприятия и на 500 человек, и на 1000 человек. В нашем регионе наибольшее количество событий и мероприятий традиционно относятся к культурной и образовательной сферам. На что можно будет посмотреть в 2024 году? Какие красочные масштабные проекты порадуют жители Карачаево-Черкесии? Разумеется, были и проблемные вопросы, в том числе касающиеся кадрового потенциала учреждений культуры. Как заинтересовать молодых специалистов трудиться в сельских домах? Какие меры грантовой поддержки существуют в данной сфере? Ну, что касается поддержки именно молодежи, я могу здесь сегодня сослаться на моего коллегу, министра по делам молодежи, на программы, которые у нас в республике реализуются именно по молодежной линии. Обширные. Они очень обширные, Карачаево-Черкесия здесь лидер. Что касается поддержки нашей, Министерства культуры, здесь мы идем по линии проектов, то есть нам очень важна конкретика, мы очень рады, когда к нам приходят в министерство или обращаются в наши социальные сети авторы проектов. Полностью горячую линию с министром культуры Зурабом Агирбовым можно посмотреть на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. Артру МХЦ, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня телеканал Архэс-24 отмечает первый сайлитный юбилей. Выйдя в эфир 12 апреля 2014 года, творческий коллектив и по сей день старается удерживать высокую планку интереса зрительской аудитории. В Госфилармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетию телеканала и сбору средств для оказания необходимой помощи участникам специальной военной операции. Поздравить юбиляров пришли многие из тех, кто был героями сюжетов, программ и прямых линий. Десять лет назад родилась идея создания медиахоудинга Архэс-24. Это идея главы республики, Рашидом Преспечевичем Тимрезовым. И он нас всячески на этом пути поддерживал все эти десять лет. Соответственно, было очень много трудностей, было трудно найти специалистов. Совсем непросто было организовать работу круглосуточного телеканала. Мы прошли все этапы за эти десять лет. Мы были сначала в аналоге, в кабеле, потом в спутнике, потом в цифровое ТВ. Для телеканала было две цели. Первая цель – это внутренняя, это поддержка информационного поля республики. А вторая цель – это внешнее продвижение Крачево-Черкесии за рамками региона. Мне кажется, мы с этой задачей справляемся и надеемся, что дальше будет только лучше. Уже второй день Карачаевск стал центром демонстрации талантов творческих людей. Здесь проходит республиканский фестиваль-конкурс «Игра и театр», в рамках которого участники представляли на сцене колоритные постановки на языках народов республики. Дарья Тендит подробнее. Артисты Народного театра из Карачаевского района с комедией «Правдоподобная ложь» на карачаевском языке под зажигательный танец. Главная героиня Аклима пытается женить своего сына Ахмата на богатой невесте, тронутой умом. Она подговорила своего мужа и его племянника, договорилась с отцом девушки и ее привели в дом. По иронии судьбы Ахмат вернулся из командировки в тот же день, и узнав о решении своей матери, наотрез отказался жениться. Сюжет истории приобретает интересный поворот в конце. Главный герой Ахмат, рассердившись, уехал из родного дома. Отца богатой невесты арестовали, а Аклима поняла, что осталось у разбитого корыта. Артисты подарили зрителям нескончаемый поток позитива. Достаточно хороший опыт для развития и для всего остального. Настрой был, конечно же, хороший, а так получилось, как получилось. Думаем, что нормально получилось. У нас все получилось, настрой был очень хороший, мы долго готовились к этому, трудились, ну и все прошло на ура. После каждого выступления члены жюри оценивали конкурсантов по определенным критериям – актерское мастерство, костюмы, декорации и так далее. Не менее важной была эмоциональная отдача. Народные театры подготовили колоритные выступления, в которых ярко отражалась красота их родного языка. Хотим по достоинству оценить каждого актера, каждую работу. Поэтому это очень сложно, потому что очень много действительно талантливых. Естественно, для нас это очень волнительно, очень волнительно, так же, как и для них. Свои умения на сцене демонстрировали шесть коллективов народных театров районов республики в возрасте от 18 до 25 и старше. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Идея превратить хобби в любимую работу не всегда плоха. Рядом с нами иногда буквально по соседству живут и работают уникальные люди, творцы и созидатели. Наш следующий репортаж как раз об одном таком человеке – жителе села Чапаевское, Джошари Курджиеве. Хоть он и не является автором больших научных трудов, тем не менее сумел добиться весьма впечатляющих результатов в селекционном садоводстве. Ахмат Халкевич продолжит тему. Садоводческая сезя Дешара, как он сам признается, обманила его с самых юных лет. Но к любимому делу он все же пришел не сразу. После срочной воинской службы будущий последователь Мичури на некоторое время проработал в рыболовстве на Чукотке. После тоже были годы в различных сферах деятельности. Ну а селекционное садоводство нашего героя окончательно затянуло в конце 80-х. В течение более трех десятков лет Дешар Ахматович вывел 13 разновидностей яблони. Пять сортов груши, три вида черешни, а также персика два сорта и абрикоса столько же. Яблони у Куржиева имеются как летние, осенние, так и зимние. Ну а плодоносить саженцы начинают уже на третий год. Мы в Верхней Тиберде купили участок и решили посадить там яблоневый сад. Сладкий, кисло-сладкий, ранний сорт, осенний сорт, ну всякий. Здесь выбор очень богатый, очень хороший. Корневище тоже как бы есть хорошее. Мы получаем здесь хорошую консультацию, что сейчас очень редко встречается. Как посадить дерево, как за ним ухаживать, на сколько метров расстояние друг от друга. Ну в общем всю изначальную информацию мы получили здесь. Сейчас Дешар активно занимается окулировкой косточковых. Недавно успешно завершилась селекция особого вида персика. Новый сорт по праву можно назвать гордостью Куржиева. Эти саженцы начинают плодоносить при росте от 30 сантиметров и уже после первого года. Это персик, золотой юбилей, а уже урожай дает. Некоторые удивляются, как это так. У нас все возможно. И при том без всяких этих подкормок. Мы никакую подкормку не даем. Сами прививаем из своих саженцев. А подвой мы покупаем, подвой корень не покупаем. Я сейчас покажу, откуда мы делаем подвой, привой на персиковый подвой. Вот они родители. Вон, вон. Раз, два, три, четыре и там два. Пять, шесть маточников. Помимо косточковых и семечковых, у Яшара в хозяйстве хорошо развиваются также и дикорастущие лесные и ягодные культуры. Как делится сам селекционер-энтузиаст, в планах еще уйма интересных экспериментов. Ахмад Халкевичев, Ахмад Чудчаев, Виктория Карпенко, Вестико Рожаево-Черкесия, Прикубанский район. И это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин